Дорога в будущее в Удачном продолжается строительство круглогодичной технологической трассы к Верхнемунскому месторождению. Какие плановые показатели уже выполнены и с какими трудностями сталкиваются специалисты, узнавала наша коллега. 153 километра. Это расстояние от нулевого до Верхнемунского месторождения. Более 10 часов в пути, да еще по временной дороге. Но это не пугает водителей. Есть цели и задачи. А их необходимо выполнять. Второй и третий слой отсыпки дорожного полотна ведется по той же схеме. Идут навстречу друг другу. Со стороны месторождения работы выполняются подрядными организациями. Со стороны удачного специалистами МОАД. Для нас сложности нет. С печеньем все нормально. Баня есть. Стиральная машинка есть. В принципе, все есть у нас. Отсыпка производится известняковой породой из карьеров. На всем протяжении пути их семь. Строительство идет полным ходом. Как видите, погода нам пока позволяет. В северном направлении мы продолжаем отсыпку второго слоя. В южном направлении отсыпаем третий слой. Отсыпаем скальным грунтом. Вот карьер номер семь. При строительстве автодороги специалисты столкнулись с определенными трудностями. Во время паводка была повреждена трасса. Ну, сейчас восстановили все. И работаем дальше. Тает грунт со льдом. Бывают сложности с этим. Поэтому приходится сначала сушить, потом только укладку делать. Конечно, могло бы быть все лучше. Но, в принципе, объемы идут. Темпы неплохие. Строят автодорогу рабочие из разных уголков нашей страны. Каждый из них чувствует себя причастным к реализации одного из крупнейших объектов «Алроса». Горд. То, что позволили мне присутствовать и участвовать в этом деле. Вот постройки такого крупного объекта. На мой взгляд, это честь для меня. Завершат строительство постоянной круглогодичной автодороги из Удачного к Верхнемунскому месторождению в 2017 году. И тогда ГОК выйдет на новый этап развития. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Ирина Балкова, Денис Сиротин.